Итак, ребята, мы с вами научились использовать гид. Расскажу зачем. Напомню, возможно смотрят новые люди. Мы с вами пишем сайт довольно сложный, где будут дискуссии, чат, уведомления, добавления в друзья. Простые сайты вы потом сможете и так легко писать, но добавлять в них какой-то функционал. Кому-то надо будет уведомления написать, кому-то что-то чат, кому-то еще. В общем-то, неплохой уровень. Я бы сказал, что и это мы делаем с нуля, ребята, самое главное. Теперь вопрос. Мы уперлись. Ведь можно делать так. Создать один проект, второй. Это просто у меня немножко по-другому все, но куча проектов. И пытаться что-то где-то делать. А можно научиться использовать гид и использовать один проект. Мы с вами делали-делали и дошли до чего. А вот до чего. Обратите внимание, мы начали с написания блога. На месте блога могут быть там фотографии, могут быть музыка, все что угодно. Вообще, по сути дела, любое. С моделем мы учимся работать. А потом я вас попросил сделать дискуссии. Практически то же самое, но мы по-другому начали писать формы. Потому что если ранее мы на сайте проходили модели, проходили представления, то есть, но с формами, допустим, если взять за момент то, что в одном случае мы написали форму из класса, там пять строчек, то я не думаю, что у вас что-то отложится. То есть, писать форму вы все равно не сможете. Да, этот кусок кода повторить сможете, но ведь у нас же цель, это в первую очередь работа с документацией на ты. Именно этот курс направлен на то, что вы, мы постоянно пользуемся документацией, вы научитесь ее понимать и будете использовать. А потом уже лазить по гуглу. Мы создали второе приложение. Дискуссии, да? И там решили написать форму по-другому, немножко продвинуться. То есть, уже в представлении расписали каждую строчечку. Но вопрос опять у меня встает. Да, вы понимаете, вы сможете повторить этот кусок кода, но свободного обращения с формами у вас все равно не будет. Что надо? Надо нечто дополнительное. А что, например? Надо проработать документацию форм. В конце концов, надо сначала понять. Если мы поняли модели, да, и, допустим, в группе ВКонтакте, хотя бы на таком уровне я выложил. Сейчас покажу. Ссылка на группу будет в описании видео. Ну, например, хотя бы на таком уровне. Анатомия модели Джанго. То есть, мы рассмотрели все основные моменты и уже представляем, как работает модель. Эта ссылка тоже будет. Но, вот хотя бы так представлять, как я показал в группе, да? По минимуму, уже нам надо подключить Джупитер, да? По минимуму, нам надо определиться, что вообще мы должны понимать именно, да? Что нужно понимать после занятий по формам, чтобы ими владеть. По минимуму, вроде бы формы делятся, получается, на две вещи. Формы из моделей. Да, мы их будем использовать. Но как быть с тем, что, может, просто формы вам и не придется использовать, но API-форм мы все равно где-то будем применять в моделях. Опять же, это представление должно быть. То есть, у вас должна появиться почва под ногами, от чего вы можете оттолкнуться, чтобы вы зашли в документацию и все поняли. А мы делаем именно так. Но у нас стоит задача. Появилась проблемка. И эта проблемка, в принципе, нам очень мешает. В данном случае, вот это приложение дискуссии, оно нам в сайт не входит. Хорошо, мы сейчас в нем потренируем формы. Следующий шаг, нам надо будет загрузка файлов или еще что-то. И получается, мы вместо сайта начинаем, вместо того, чтобы писать сайт, мы начинаем устраивать, в принципе, неизвестно что. Более похожее на кавардак. Правильно, ребят? А у нас в сайте все должно быть определенно. И, конечно же, здесь нам на помощь приходит гид. Ну, не надо говорить... Конечно, многие из вас слышали, наверное, что гид – это работа для команды. Все верно. И мы, кстати, сделали так, чтобы вас приблизить к работе в команде. Но на самом деле, а что, разработчику не надо гид? А я вам докажу. Вам, как разработчику, надо гид. И, в принципе, он вам нужен и до команды, и в команде. Везде, всегда. Каждый день, каждый час. Почему? Потому что у вас пропадает страх. И так, я дал таким способом углублено. Да, мы посмотрели 17 уроков. Вполне достаточно для того, чтобы стартануть и дальше развиваться. Мы, жигид, после этих уроков включаем школу в повседневную жизнь. Но давайте посмотрим, чему мы научились, что мы сделали. То есть, зачем мы это делали. Ранее будет также видео здесь. Кстати, на YouTube, на моем канале, есть видеоуроки, где вы можете посмотреть. Django 4, пишем сайт с нуля. 41 урок здесь бесплатно. Мы, это чистая практика. Но там имеется сейчас видео, зачем новичку гид. Вот оно. Ссылка на него тоже будет более упрощена. Потому что мы учились более сложным вещам. Но здесь вполне понятно вам станет, что вам гид очень необходим. Посмотрите. Теперь смотрите. Давайте представим более подробно ситуации, которые мы рассмотрели. Сначала представим последнюю ситуацию, совершенно крутую. А потом поболее проще разберем. Ну, прежде. Прежде. Понятно. Без этого нельзя. Первое, что научились мы, да, это создавать удаленные репозитории, клонировать их, соединяться с ними. И, как видите, мы создали два проекта. Один у нас проект чистовой. Второй мы создали то, чтобы вы могли потренироваться. Тот же проект, только это клон проекта. При этом мы создали разные директории. И на клоне мы начинаем тренироваться. Мы не боимся ничего поломать вообще. У вас страх перестает больше вас преследовать. Почему? Потому что вы научитесь спокойно, шаг за шагом создавать себе до первого этапа определенные шпаргалки. 10-15 команд, ну пусть 20 в день. Это не так сложно. И, по сути дела, понимая процесс, вы будете потом все это набирать. Там можно все это делать при помощи графического интерфейса. Мы настроили VS Studio Code. Но я рекомендую все-таки, ребята, первое время все делать именно в командной строке. Это будет круто. Теперь, когда у нас есть проекты, мы не боимся ничего поломать. Первое, что мы научились, это создавать ветки. По сути дела, ситуация банально простая, но требующая каждый день. Первый признак, который мы научились, я вас научил более очень простой и эффективной вещи. Вот наш проект. Мы его больше с этого момента не трогаем. Вот он есть всегда стабильный. Всегда, ребята. Больше вы забываете о том, что у вас проект не работает, что-то сломалось и что-то напротачили. Нету! Этого больше нет. Ваш проект всегда стейбл. Итак, как мы это сделали? Мы научились создавать ветки. Мы создали ветку Pandas и все новые действия начинаем делать ветки. Когда мы увидели, он также работает. Это полная копия проекта на данный момент. Он также работает, как ваш проект. Единственное, вы пишете новый код, не боясь ничего поломать. Но если у вас ничего не получилось, вы просто его удалили. Создали новый. С другой стороны, когда у вас получилось, мы что научились делать? Сливать код проекта Pandas с основной веткой Master. И так у нас этот проект, я сказал, всегда стейбл. Всегда стабильный. Супер! Но этого мало. Когда мы посмотрим, то у нас на самом деле немножко больше оказалось веток. И это довольно получилось круто. И действительно, гид это круто. А гид плюс Жанга? А гид плюс Жанга еще круче. Но давайте представим ситуацию. Сейчас я нарисую, а потом быстро объясню. Теперь объясняю. У нас есть основная ветка. Мы создали еще одну ветку, в которой мы тренируемся. И по сути дела, вроде бы хватает. Ну да, как я раньше только что объяснил, что сделали, слили. Но этого мало. По сути дела, смотрите, программист. Это куча идей. Это куча проектов. Писали, писали, писали. Писали, допустим, пишем, что хотим получать уведомления. Тут по почте. Допустим, только на сайте. Потом решили писать на почте. Потом решили вообще написать новое приложение. И как быть? Это все банально просто, ребят. Мы в этой ветке просто берем и создаем комметы. Ну, давайте попробуем создать их. Здесь создали. Считайте, вот мы создавали, работали, работали. Сейчас объясню примерно, как это выглядит реально на практике. Иными словами. Ну, писали. Вот откроем, писали. И уже вот это мы писали, писали, но написали. Потом нам пришла идея. И мы решили вернуться к тому моменту, когда мы только создали модель. Ведь коммет – это фиксация. Фиксация куска кода. То есть, вот как создали модель, это фиксация. И всего остального кода в этом коммете не будет, в этой фиксации. Потому что мы так фиксировали. И мы поняли, ага, наша модель находится вот здесь. Мы берем, и у нас есть два варианта здесь. Вариант номер один. Вариант номер один – просто создать временную ветку и чего-то потренировать. Потренировали, что-то пошло не так. Просто-напросто ввели определенную команду. Это удалилось, и дальше работать с этой веткой. Ничего не страдает. Если же мы поняли, что нам эта идея нравится, то с этого коммета мы просто создаем новую ветку. Теперь, по сути дела, мы работаем вот с этой веткой, отдельно вот с этой веткой. И отдельно с веткой из определенного коммета. То есть, здесь мы остановились с момента, когда мы создали модель. Хотя в этом представлении уже полностью готовое представление. Есть и представление, и шаблоны, и все. Но мы решили остановиться на модели и отсюда пойти развивать другое направление. Смотрите, скажите, это же ведь удобно? То есть, вы работаете в одном проекте, но при этом вы делаете кучу проектов. Этому мы тоже научились. Это очень важно. Ситуация, что я рассказал, она вот у нас сейчас как раз есть. Все графически определено. Вот наши комметы, которые мы делали для тренировочки. То есть, в принципе, мы прошли таким образом материал, чтобы мы смогли в школе включить в жизнь гид. И далее уже будем развиваться в этом направлении. Теперь у нас работа Жанга пойдет намного веселее и намного проще. Ну и гид научитесь. Оказывается, он очень прост. Главное, как объяснять и зачем он. И вы поняли, что действительно вам он нужен. И что главное? Ребят, не забывайте, что мы работаем в Жанга. Основная цель курса это работа с документацией. Почему? Потому что, вы знаете, ведь с 2012 года я пишу курсы. Первые годы я, честное слово, скажу, что я сам обходил документацию, потому что здесь не было ничего понятно. Но на сегодняшний день все очень читаем, все легко. На самом деле, этому легко научиться. Просто надо работать от нашего проекта, как мы делаем, от кода. От кода проекта к докам. И это я вас этому учу. Вопрос в том, что это все называется система работы с кодом. Запомните простую вещь. Вы изучаете, да, я знаю, я не буду говорить, что вы там не выучите язык. Я скажу только одну фразу. Единственное, что вас может отдалить от изучения языка программирования, это отсутствие правильной работы с системой кодом. Я не буду рассказывать про нее, почему? Потому что есть определенные уроки в разработке, да, то есть я показываю на практике, что такое система работы с кодом, где мы входим в классе по системе работы с кодом. В принципе, из названия понятно. По сути дела, кода, который вам понятен, становится должно больше, который непонятен, становится меньше. Если вы программируете в течение 3-4-5-6 месяцев, при этом вы чувствуете, что на одном уровне, это ваша система работает с кодом. Это единственная вещь, которая вам может не дать быстро освоить язык. А сам курс джанга-практика, который мы делаем, это и есть, я показываю на практике, именно систему работы с кодом. Гид тоже сюда входит. И в первую очередь это работа с документацией. Я не против Google, я не против книг, но все это не принесет результата, если у вас не будет своей системы работы с кодом. И еще один момент. Здесь 42 урока, но на самом деле это все не сначала. Здесь мы просто пишем сайт. Если вы совсем новичок, то в принципе это все будет не очень то и понятно. Чтобы было все понятно, лучше, конечно, изучать, начать с нуля. Почему? Потому что есть определенный подготовительный период, то есть уроки. Это практически 100 уроков до того, как начать работать, вообще писать сайт. Ну, давайте я расскажу самый простой пример. Например, вы пишете сайт, да, пишу. Вы вдыхаете, там, неделями, может, сидите, и вы доходите до такого понятия, как там URL. Представьте себе, мы пишем сайт серьезный, несерьезный, но в любом случае ваш первый сайт, он для вас серьезный. Почему? Потому что это будут такие эмоции, это ура, получилось. Но вдруг вы доходите до URL и застреваете, и начинаете искать. Домашние вас обходят, вы дерганы, вы злые, у вас ничего не получается. А в чем же вся проблема, ребята? Проблемы-то нету. Просто вам никто не рассказал. Ведь URL надо изучить до создания сайта. Не надо знать джанга полностью, не надо ничего. Надо знать одну. Почему? Потому что URL надо знать, как он работает, URL. Надо одна строчка в шаблоне, чтобы менялась. Надо одна строчка в представлении. И, в принципе, достаточно понять смысл. И если вы это поняли, то вы этим уже можете рассуждать. Дальше. Мы начинаем писать какие-то функции, но у нас, оказывается, мы же умны. У нас нет системы работы с кодом. У нас как? Система работы с кодом есть у каждого. То есть, а, ну пойдет, а, работает, скопировал хорошо. Это и есть ваша система работы с кодом. Зачем вы тогда будете удивляться, что через полгода у вас ничего не получается? Так вы же бегите. Куда? Зачем? А вы сами не знаете. Ну, страницу сделали хорошо. А писать-то когда будем? Может быть, мы эти полгода поработаем, спокойно разберемся с документацией, чтобы опираться на нее и писать. Это, наверное, круче. Вопрос в том, что как это объяснить? Да очень просто. Ну, давайте хотя бы начнем с самых простых азов. Начните слышать. Ребята, дам вам всего лишь три простых совета сейчас. Ну, смотрите. Ну, давайте разберемся, как работает джанга. Ведь это несложно. Ну, пусть тут 30 уроков, да, многовато, но посмотрели. Ну, давайте разберемся излечения URL. Ну, четыре способа. Вам хватит на все случаи жизни. По слаг, по ID, по пространству имен и getabsoluta.url. И в чем разница? По сути дела сделаем так, чтобы вы потом уже могли спокойно зайти на сайт и то, что необходимо, уже просто посмотреть документации, на сайт документации. Вы это понимаете? Документация написана не для тех, чтобы учиться, а для тех, кто понимает. Поэтому наша задача в этом вопросе, я говорю, какая? Ребята, стать профессионалом сразу. А вы не ослышались. Вы не ослышались. Я же не сказал стать профессионалом джанга. Я сказал, что разобраться в этих четырех типах. Ну да, напишите 7-10 проектов. Ну, если вы быстро проделали, побежали дальше, ребят. До свидания, хорошие сайты. До свидания, функциональность. Нет, не надо. Посему? Изучили. Хорошо. Но мы начинаем писать представления. Ну, давайте подумаем. Вспомните, задайте себе вопрос. Вы как проходили функции? Как все? Вот открыли книгу, читали и функции также прочитали? Я у вас спрашиваю три простых вопроса. Скажите, пожалуйста. Давайте сделаем так. Откроем быстренько проект моего, одного из любимых программистов, которого я учусь. Это Рассел Кейт Маги. Берем его проект. Это один из ведущих разработчиков джанга, но у него есть свой проект. Он называется ТОГА. Ну, я не буду рассказывать. Я вам хочу показать код. Сейчас не об этом. Итак, открываем ядро. И открываем проект ТОГА. Открываем абсолютно любой код Windows. И смотрим. Что вы здесь видите, ребят? Вопрос. Ага, я забыл. Вы же забыли, что вы программистом станете. Вы все задаете вопросы. Как стать программистом? Как стать программистом? Читаете книги? Читаете то-то? Все вы это делаете правильно. Ребят, что-то тормозит, да? Ага. Ну, так посмотрите. Что я здесь смотрите? Ребят, ну, смотрите. Я же объяснял. Ну, что ж вы не слушали? Поэтому есть курс Python, где мы разбираем систему работы с кодом. Где я говорю, ребята, ну, смотрите. Ну, все очень просто. Откройте вы файл. Смотрите. Доказательств не надо. Что в виде файла? Ну, в первую очередь, это либо методы, либо классы, либо функции. Все. Значит, вывод какой? Да вывод очень банально простой. Заходим на сайт Бовсуновского или там школу, если не хотите. Да, не нравится вам Бовсуновский. Ну, и ладно, 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 ладно. Ну, будете позже писать. Так раньше. И смотрим. С нуля, да? Что я здесь говорю? Ребята. Я говорю. Возьмите вы функции трех языков. Почему ни одного? Потому что не поймете. Сравнивайте, сравнивайте. И, по сути дела, как вы будете делать? Вот вы собираетесь учить язык. Какой? Ну, например, вы собираетесь учить Python. Да, вы начинаете читать книгу с нуля. Я тоже когда-то лет 12 назад так бы делал, как вы, наверное. Начал бы читать. А что такое язык? Слушайте. Что? Что? Функция в Python, в Kotlin, в JavaScript, в Go. Другие? Да? Слушайте, а может и свечи в машинах другие? Нет, ребят, ну да. Но бывает там подлиннее, покороче. Ну, но свечу вы можете отличить? А пусть одна будет длиннее, а вторая короче. Вы скажете, в любом случае это свеча. Вот то же самое с функциями. Запомните. Функции надо знать три вещи всего лишь. Параметры. Вызов параметрам исключения. Вот это надо довести уже было до Жанга, до ума. Тогда переходим назад. Что здесь должно быть? Да считать параметры сразу. Вы должны были элементарно посмотреть параметры, считать на автомате. Вот что у нас, смотри, сразу в файле. И так далее. Переходим к Жанга. Итак, затянул видео. Модели мы, вы здесь не видите, да, но мы их проходим постоянно. И вьюхи. Вот теперь, когда мы знаем функции, мы можем с вьюхами работать. Да, тут класс. И то же самое, та же самая ситуация получается. По сути дела, надо понять принцип. Ну да, открываем и начинаем чего-то там корпеть. Корпеть, да? Открываем там как на классах и начинаем нечто там смотреть. Здесь, ребята, это пустота. А еще, когда не знаем, куда смотреть, зачем смотреть. Но тут мы работаем с ходным кодом. Ведь мы же функции изучите теперь, конечно, изучите. Ребят, да все просто. Да надо просто подумать, разобраться в одном. Что весь смысл во всем, во всех классах Жанга. Диттервью, крейтвью и так далее. В переопределении методов. Вот это и надо было разобраться. Все остальное по шаблону. Все просто. Скажите, вот я пытался донести все эти время одну вещь. Что я рассказывал? Да, ребята, правильно. Нужна система работы над проектом. Если вы читаете книгу одну, завтра вторую, послезавтра третью, где система? Вы что-то пытаетесь узнать. Ребят, надо всего лишь научиться работать с документацией. И работать определенным образом. Вот подумайте, проанализируйте, что я рассказал в видео. Я рассказал про гид. Я сказал, какие-то вещи надо сразу уловить, какие-то потом. То есть нужно делать определенным образом. Тогда все просто. Ну, ребят, я же с 2012 года пишу уроки по Жангу. Уже столько написал. Поэтому я это и знаю. Потому что когда туда, обратно, туда, обратно, туда, обратно тысячи раз. И так у вас все получится. spb.retu.ru Ну что ж, писать будем. Я не видел людей, которые не пишут. Было бы желание. И у вас все получится. Если вам кто-то сказал, что у вас не получится. А если вы себе закрали мысль, ребята, что может это не для меня, ну нифига не получается, вот долблюсь, долблюсь, долблюсь. Ребят, не надо отчаиваться. Сделать дело не в долблении, а, я сказал, в делании определенным образом. Все, 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 все. Сто процентов получится. И последнее. Вы, наверное, ждете самую главную фразу. А есть ли золотая кнопка? Ребята, она действительно есть. И я про нее рассказал. Это изучение определенным образом. Вот дам видео, я писал. Ну, время от времени я пишу, когда ребята присылают. Вот как становятся программистами. Игорь Лисицын. Человек пришел с кашей в голове, ну, ничего не писал. Сегодня я писал на нескольких языках. Это нормально, на нескольких языках писать. И он мне присылает сообщение. Ну, он ударился в котле на Android. Пишет, что перебирал там файлы. И, походу, написал программу на Python по переименованию. И там я давал код, то есть его, да, на его репозиторий. Вопрос в том, походу, написал. Это нормально, ребята. Вот так становятся программистами. Я могу вам дать два совершенно конкретных совета, чтобы у вас получилось. Понимаете, вы можете выбирать свое время. Вы можете все что угодно. Но есть две основные вещи, чтобы у вас получилось. Вещь номер один, она очень простая. Не бросать язык. Не бросать. Вторая. Вам нужна система работы. Это следить очень банально просто. Если вы, допустим, несколько месяцев занимаетесь, и вы чувствуете, что у вас просто добавляется каша в голове, в этом заключается ваша система работы. Ее нет просто. Почему? Потому что вы пытаетесь там, там, там. Я дал в школе конкретную систему работы с кодом. Работайте с джанго. Начинайте с джанго. А походу я обычно ребятам даю советы, как правильно подтянуть пайтон. Сразу начинаете тренировать. Сразу привыкайте работать с документацией. После документации джанго вся остальная документация, вообще после веб, она кажется очень простой. Возьмете себе, в первую очередь, систему работы с документацией и будете понимать все документацией. Ведь это же классно. Зашел в документацию, посмотрел, пишешь. Ну, что, получится у вас? Получится на 100%. Я не вижу, не вижу вообще каких-то нюансов, чтобы у вас не получилось. От вас требуется не бросать наличие системы и заниматься. Заниматься, занимайтесь, сколько есть времени. Дело здесь не во времени, ребята. Дело в том, что надо слышать. Если сказано вот это, допустим, ссылки, надо отточить до профессионализма сейчас. Значит, надо просто отточить. Наверное, это не просто так сказано, потому что потом ими надо размышлять. Если сказано, надо вот это сейчас отточить, лист вью, да, до конца. И вместе с этим пройти то-то, то-то, то-то. Наверное, не зря сказано. Наверное, надо этим потом размышлять. А как мы будем размышлять, если мы не имеем представления? И как мы будем, если мы смотрим, как там, неизвестно на что? Так мы будем ждать. Нам надо переопределить всего лишь, выбрать методы. Мы переопределяем, пишем, но у нас тренировка есть. А сейчас вот дошли до форума. А про форум я вам уже рассказывал. Смотрите, все получается. Здесь нет секрета. Просто нужна определенная последовательность. И у вас все получится. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!